Друзья, ну что, проходим квест, который нам придумала старушка-эволюция. Я сейчас хочу сделать некое такое вступление по поводу этого квеста. Поймите, старушка-эволюция на рубеже вот этого миллениума, помните, пугали миллениум, ну кто помнит, что цифры нули обнулятся, что все компьютеры погаснут, что чёрт знает, что будет. Тогда начали с года за два до перехода из 20-го в 21-й век нас пугать вот таким обвалом нашего компьютерного мира. Хотя тот был компьютерный мир, ну в десятки раз меньше, чем сейчас. Но мы прошли, прошли, как говорится, выпили и ничего не случилось. Потом в начале вот этого 21-го века то свинячий гриб, птичий гриб, эбола, какие-то вирусные заболевания нас запугивали. Но, как говорится, нам не страшно. И мы действовали дальше так, как мы действовали. Как в мышином раю, вы посмотрите про мышины раю, я вам дам ссылку. И нас, говорится, ничего не тронуло. Жареный петух не вклюнул нас ни в затылок, ни в задницу. Потом старушка эволюция вывела Гретту, вот эту девочку несчастную, борец за потепление климата. Ну, по поводу климата мы, как муравьи, не очень сильно повлияем. Климат как менялся, так он и будет меняться. Не, ну у нас выбросы, у нас СО2, у нас это. Можно много чего наговорить. Пугало-пугало Грета. И многие, сначала до Греты, потом нас не испугаешь, выдвинули Гретту. Не испугались. И вот появилась зацепка старушки эволюции – это вот этот коронавирус. Если взглянуть на него рационально, он, во-первых, передается не так быстро, как корь, туберкулез. Эти вещи передаются быстрее. Корь, туберкулез более летальны в своем результате, чем коронавирус. Но все-таки общество, я считаю, созрело для того, чтобы что-то изменить у себя. Изменить в социальном плане, в экономическом плане и прежде всего в плане ответственности к самому себе. И вот как-то прижился вот этот первый этап квеста «Старушки эволюции» про коронавирус. И посмотрите, мир вздрогнул. Да, вздрогнул. Границы закрыты, перелеты исключены. И мы от глобализации, которая была на протяжении 30, может быть, даже 40 лет, задумались, что мы сами-то собой представляем. И вот первый этап этого квеста «Старушки эволюции» он нам дал под задницу и сказал, а кто ты? А насколько ты ответственен за свою судьбу? Потому что вот это мультикультура Европы. Сидите, вы посмотрите, как раз вот мышиный рай и вот этот гомосексуализм. Вот там прям один в один. И вот мы можем получать и ничего не делать в богатой Европе. Кто-то рванул в эту богатую Европу, чтобы получать. А кто-то сидит, как говорится, слюни пускает. И вот мы, пуская слюни по поводу богатой Европы, а кто-то из Африки прет в эту богатую Европу. А мы забыли, а что мы сами собой представляем. Ты сам свою жизнь делаешь. Не в какие-то подачки. От «Старушки эволюции», от цивилизации, от многих других вещей. И мы погрязли в этом цифровом мире, сидим, ленты крутим и блоки создаем. А на блокерша-миллионерша жопу голую показывают. А другие... Понимаете, блокер миллионный, он что делает? Он как ребенок играется с какими-то челленджами. Друзья мои, а это что-то производит? Нет, нет. Вот получилось то, что общество потребления начало, ну как бы, напрягать старушку эволюцию. Она смотрит на это общество потребления, смотрит на то, что кто-то в цифре сидит, кто-то лезет за куском хлеба в Европу, кто-то слюни пускает, кто-то блоки создает для того, чтобы показать свои сиськи в жопу. Ах, развитие. Старушка подумала, ведь она миллионы лет наш род человеческий ставила в такие ситуации, чтобы мы развивались. Девятнадцатый век, начало двадцатого века, это такая инженерная мысль пошла. Мы вообще тогда думали, инженеры это самое главное. А где они теперь инженеры? Экономисты, психологи, вот, и юристы. Так вот, наверное, старушке надоело на нас смотреть, как мы зажравшись. Ну, кто-то хорошо жрет, кто-то меньше жрет, но слюни пускает, а не что-то делает. И она нам придумала, придумала вот эту игру, вот этот квест, который мы должны пройти. Еще раз повторяю, она милосердна. Она не испанку сделала, как в начале двадцатого века, когда сто миллионов вымерло. Но тогда и войны были, и вот это вымерли люди сто миллионов. Это же ужас, какая цифра. Но тогда не было ответственности за человека. Тогда были совсем другие времена. А сейчас старушка эволюция, ну, сколько там умирает? Ну, немножко стариков померло. Ну, как говорится, отсеивают те, которые не задумываются. А молодежь, основная вот эта масса, их, понимаете, стряхнула старушка эволюция. И задумайтесь. Так что давайте-ка подумаем об этом. И первый этап этого квеста – это этап карантина. Значит, я вам рассказал, что выдумала старушка и какой квест она нам придумала. А мы его пройдем. И на Новый год, вот, 2000-го, 2001-го года поднимем бокалы и будем говорить. Эти были времена до коронавируса, а эти времена после. А мы стали другими. Значит, друзья мои, вступаем в этот квест. А я вам буду подсказывать.